друзья всем привет сегодня я приготовила для вас обзор пряжи alize softy plus это серия baby вязание для детей но мы рассмотрим ее с точки зрения вязания не детских изделий как всегда я приготовила для вас образец расчетную таблицу сформулировала плюсы и минусы этой пряжи а также покажу свой процесс который вяжу в данный момент из данного вида пряжи если вам эта тема интересна оставайтесь со мной так рассмотрим этикетку этой пряжи поближе в 100 граммах здесь 120 метров цвет этот розовый нежный цвет 31 дальше что нам указывает производитель стирка только вручную запрещено использовать отбеливатель запрещено выкручивать изделие нужно сушка на ровной поверхности то есть слегка отжать и сушить на ровной поверхности можно использовать сухую химическую чистку то есть изделие из этой пряжи можно сдавать химическую запрещено запрещено отжим стиральной машине и сушка в стиральной машине состав этой пряжи стопроцентный микрополиэстер то есть стопроцентная синтетика спицы рекомендованы от пятерки до шестерки я вязала пятеркой и шестеркой крючок рекомендован от тройки до пятерки и образец 10 на 10 сантиметров производитель говорит должен получиться из 10 петель и 20 рядов в ряды кстати я попала так что хочу сказать об ощущениях от этой пряжи самые приятные тактильные ощущения очень приятная цветовая гамма так как эта серия baby рассчитана на детей то тут самые пастельные приятные оттенки все оттенки сливочного молочного белого розового в общем приятная цветовая гамма если что-то захотите связать для себя из этой пряжи самые няшные оттенки далее что из минусов это конечно не натуральный состав но я надеюсь на то что так как пряжа из серии baby она не не аллергично так как я вяжу изделие которое будет соприкасаться с полностью открытыми большими участками тела конкретно я вяжу из этой пряжи халат я в скором времени собираюсь в отпуск и захотела себе связать такое изделие большой халат который можно будет закутаться выходя из бассейна бани придя с пляжа приняв душ вот что-то такое друзья посмотрела я на цены таких халатов в магазине и это меня быстренько охладил от их покупки зашла в магазин увидела эту пряжу поняла что халат мне выйдет в районе тысячи рублей чему я очень рада и в общем купила две упаковки этой пряжи сейчас я думаю мы сначала обратимся к таблице с рядами и петлями а затем к обзору моего процесса вот такой образец я связала спицами номер пять и спицами номер шесть лицевой гладью не скажу что мне больше понравилась лицевая сторона или изнаночная изнаночная сторона тоже выглядит очень привлекательно здесь это курчавость воздушность пряжи проявилась даже больше чем по лицевой стороне очень большие затруднения я испытывала при подсчете петель и рядов если петли еще можно как-то сосчитать ориентируясь на дорожке которые все-таки проглядывают здесь то ряды было считать очень трудно у меня были ошибки пришлось несколько раз пересчитывать ну и пришла к выводу о том что буду вязать спицами номер пять более убористо более симпатично так для меня смотрится я вяжу слабовато поэтому шестерка мне не подошла как-то совсем вот так она просвечивает мне понравилось вяжу я спицами номер пять и так что у меня получилось до стирки спицами номер пять образец был из 13 петель и 20 рядов вот повторюсь я полностью попала в рядах то что пишет производитель пряжи хотя посчитала сначала неверно пришлось пересчитывать далее после стирки эти же 20 рядов стали уже не 10 сантиметров а 9 сантиметров то есть получается что образец подсел в длину на 10 процентов и совсем не изменившись в ширину я не совсем поняла как это могло получиться пряжи чисто синтетическое изделие не изделие образец совсем не изменился в ширину и только изменился в длину что думаю не совсем достоверно почему друзья потому что под тяжестью изделия она конечно это пряжа вытянется и рассчитывать в этой пряжи на вязание образца и ориентироваться на образец я думаю не стоит я вязала из пряжи софти не плюс а софти она потоньше но я делаю в 2 нити поэтому она в 2 нити соответствует софти плюс я вязала из нее шапку вязала я шапку бени поперечным вязанием платочной вязкой и она у меня очень сильно потянулась в ширину это значит в длину потому что связано поперечным вязанием длину она очень сильно растянулась несмотря на то что это аксессуар головной убор и он там не ну как бы само полотно не подвергалась отвисанию думаю что при вязании такого изделия как халат я столкнусь конечно с тем что пряжа наоборот полотно наоборот не подсядет а увеличится поэтому я друзья не доверяю этим цифрам которые у меня получились на спицах номер шесть получилось та же самая картина только чуть-чуть другие цифры но также полотно у меня получилось что усела на 10 процентов повторюсь не доверяю этим цифрам сейчас покажу что у меня получается с халатом вот так сейчас выглядит мой процесс он большой поэтому мне пришлось сложить его пополам чтобы показать вам что у меня получается вижу я его регланом сверху а одновременно с как это называется друзья у меня выпало из головы пришлось выключить камеру сильно вязаной планкой друзья вижу по типу кардигана с цель навязанной планкой регланом сверху повторюсь с ростком сделала расчет вывязала сначала если кому будет интересно по халату я потом расскажу сейчас пока речь идет только о пряже сложновато я думаю было бы вязать этой пряжи крючком не знаю как девочки вяжут из нее игрушки но вязание спицами как бы петли видно все нормально самые приятные тактильные ощущения вот просто прелесть это 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 такая мяшка такая няшка не знаю мне кажется что вот комфорт на отдыхе просто обеспечен я вижу халат с большим припуском по размеру я хочу в него закутываться хочу чтобы были очень широкие рукава я думаю друзья вы сталкивались с такой проблемой что когда выходишь из бассейна или из бани когда тело влажное и ты пытаешься одеть халат то вот в рукавах бывает самая такая засада когда тут вот начинают прилипать руки не входят поэтому у меня вот здесь вот прямо такой большой рукав подрез вывязан на данном этапе получается у меня вывязано ровно три матка и я получается после подреза уже связала около 10 сантиметров может быть сантиметров 12 вот такой расход сейчас сейчас я думаю что мой выбор пряжи был правильным именно вот для этого изделия но пряжа очень специфическая и когда я вязала этот халат и думаю что я еще могу связать из этого из этого вида пряжи когда-то я увидела на канале анжелики шутовой шустовой наверно прошу прощения на память не помню точно фамилию думаю что все вы ее знаете увидела шапочку вот не захотелось связать шапочку очень сильно она растянулась думаю что в этом была виновата плотность моего вязания но шапочку больше я такую не хочу думала еще ну что ну наверное можно связать что-то типа полотенца то же самое или типа пледика чтобы брать с собой вот опять же на тот же пляж в баньку или бассейн если вы ходите потому что в процессе стирки этой пряжи я обнаружила что она обладает очень большой гигроскопичностью то есть впитывает себя воду как губка это важно когда ты выходишь чуть сырая откуда-то вот чтобы накинуть такой халатик и он впитал всю эту влажность с тебя как бы в себя то есть я поняла что хотя это пряжа и искусственная но халат не будет скользить на мне есть такие искусственные искусственные пряжи искусственные ткани когда ты их одеваешь на влажное тело они вообще не впитывают влагу а скользят просто по тебе как по намыленному это очень неприятно здесь друзья вот когда я опустила образец воду я стирала таком маленьком тазички я прямо заметила как в этом тазике уменьшилось количество воды то есть этот образец прямо сразу взял в себя всю эту воду это мне очень понравилось друзья ну на этот раз моя табличка с плюсами и минусами пряжи которые я делаю обычно на своих обзорах пряжи выглядит очень куца я записала в плюсы этой пряжи только самые приятные тактильные ощущения и большую гигроскопичность все-таки это пряжа очень специфическая и для применения ее во взрослом сегменте вязания даже не знаю что можно еще придумать вот это я и записала в минусы узкую специализацию из-за специфичности этой пряжи и второе это не натуральный состав вот друзья все что я могу на сегодня сказать об этой пряжи о том как поведет себя изделие в процессе носки как завершится данный проект как он будет продолжаться вы можете следить за этим на моем канале подписывайтесь всех жду у нас впереди очень много интересного ну вот друзья все на сегодня что я хотела бы вам сказать как всегда буду ваш рада вашим лайкам комментариям подписки на мой канал также подписывайтесь на мою группу в фейсбуке там тоже очень много интересного я не дублирую туда информацию с канала там все новое описание схемы тенденции моды если вы кроме вязания увлекаетесь чем-то еще а конкретно садоводством и цветоводством если тема цветов красоты в саду вам близко то подписывайтесь на мой инстаграм также у меня там и есть раздел описание вязания то есть вы можете там же посмотреть описание если хотите ознакомиться с моими работами по вязанию и посмотреть вообще тоже какие описания у меня есть то под каждым видео у меня есть ссылка на ярмарку мастеров на мою страничку на этом теперь уже точно все всем пока с вами была ольга прилуцкая до новых встреч